Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Мои педагоги все четыре года помогали нам. Вручение дипломов выпускникам колледжа. Что украли в магазин? Ничего. Тут и фланг. Раскрыта магазинная кража. Сводка криминальной обстановки в городе. Мы ходим достаточно часто в библиотеку. Работа детской библиотеки в летнее время. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 4 июля выпускники Десногорских школ могут подать документы для поступления в Овнинский институт атомной энергетики, не выезжая из города. В первой школе с 9 до 14 часов будет работать выездная приемная комиссия, которая осуществляет прием документов. В Десногорском энергетическом колледже в торжественной обстановке вручили дипломы выпускникам. Подробности далее. В этом году колледж закончили 140 человек и теперь их можно по праву считать специалистами и рабочими по различным профессиям, в основном технического направления. В ближайшее время они пополнят трудовые коллективы Десногорских предприятий и организаций. Они пришли ко мне сюда все разные, даже с Украины ребята были. И вот за этих три года мы старались сделать так, чтобы колледж им был родным домом. И я надеюсь, что у меня это хорошо получилось, ведь из восьми красных дипломов четыре в нашей группе. Сами же выпускники благодарны своим мастерам, преподавателям-предметникам, наставникам на производстве, где проходили практику, заполученные знания и воспитания в стенах колледжа. Мои педагоги все четыре года помогали нам, учили нас. Это самые, наверное, лучшие педагоги, которых я встречала. Всегда добрые, отзывчивые, всегда помогут и добрым словом, и просто так по-человечески. Я буду по ним очень скучать. В этот день выпускники последний раз переступили порог своего колледжа в качестве студентов. Годы учебы пролетели, и все это время их поддерживали и помогали самые близкие и родные люди – родители. Мой сын закончил сегодня колледж. Группа 409 ТВ отучилась на технологии воды и горючих смачных материалах на электростанции. Я считаю, что это очень хорошая профессия. Будем надеяться, что нас трудно устроит. Я очень довольна, мне нравилось это соблюдение. И сыну моему тоже это все нравилось. Профессиональные педагоги, которые добросовестно относятся к своей работе, дают знания нашим детям, учтивые все. Хорошая погода в этот летний день словно пророчила всем выпускникам колледжа, уже дипломированным специалистам, яркую и спокойную судьбу. Чего и мы им искренне желаем. Правительство Российской Федерации с 1 июля одобрило увеличение МРОД на 4%. С 7,5 тысяч рублей до 7,8 тысяч рублей. В 2016 году МРОД повышался дважды в январе и июле. Причем последний раз правительство накинуло к минималке порядка 1300 рублей. Довести МРОД до прожиточного минимума власти обещают к 2020 году. Ужесточает соответственность за нарушение при обработке персональных данных. Сейчас штраф составляет максимум 10 тысяч рублей. Но с начала июля ситуация изменится. Самые крупные штрафы, а это до 75 тысяч рублей, грозят тем, кто обрабатывает персональные данные без согласия их субъекта. Криминальные новости. При пересчете денежных средств в расчетно-кассовом центре Смоленска были выявлены три поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Одна из них поступила из супермаркета Рославля. Еще две приехали из пригородной, пассажирской компании и коммерческой организации «Вязьмы». Купюры изъяты по фактам полиции, ведется проверка. Двое жителей города Духовщины, проникнув в магазин, похитили продукты питания и ценные имущества. О происшествии сообщил владелец торговой точки. По адресу выехала следственная оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что двое злоумышленников проникли в помещение путем взлома пластикового окна. Они похитили два мобильных телефона, нож ручной работы, Wi-Fi-приемник, а также продукты питания, которые употребили на месте. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции, где и признали свою вину. В отношении подозреваемых к следственному отделу Межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кражи. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, а сумма причиненного ими ущерба устанавливается. За шесть месяцев этого года на территории региона зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых погибло трое детей, двое из них – пассажиры, и еще 24 получили повреждения различной тяжести. С 3 по 10 июля в Смоленской области проходит профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир», направленное на осуществление контроля за соблюдением водителями транспортных средств требований ПДД перевозки детей. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 108 сообщений о происшествиях, из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 169 административных правонарушений, в том числе 142 нарушения правил дорожного движения, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 9 человек. Почти 4,5 тысячи налогоплательщиков в Смоленской области с 1 июля должны перейти к работе с аппаратами, содержащими так называемый фискальный накопитель. Это те компании и предприятия, которые использовали стандартные системы учета и кассовые аппараты. Времени для перехода почти не осталось. За нарушение закона о контрольно-кассовой технике предусмотрена система штрафов. Однако сегодня лишь половина налогоплательщиков осуществили переход. Проблема чаще всего техническая. Из-за того, что часть комплектующих производится за рубежом, изготовители аппаратов в России просто не успевают удовлетворить все заявки клиентов вовремя. Завидная реликвия. Мяч с автографом президента России Владимира Путина появился в Шаталовском детском доме. Этот подарок футбольная команда получила за победу в последнем турнире под названием «Будущее зависит от тебя». Чемпионат проводился среди команд интернатов и детских домов из 83 регионов. Шаталовская команда «Галактика» заняла первое место, а ее нападающий Рустам Прокофьев был удостоен звания лучшего игрока турнира. Для сотрудников Десногорской детской библиотеки лето – это самая горячая пора. Именно в эти месяцы больше всего юные читатели посещают библиотеку. Почему, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Каждый год в летний период библиотекари активно сотрудничают с пришкольными оздоровительными лагерями. Для ребят организуются интересные мероприятия с познавательными беседами, викторинами и играми. Плюс таких мероприятий мы, конечно, получаем новый приток читателей, это обязательно. Плюс дети всегда узнают обязательно что-то новое. Это самые-самые разные мероприятия. Они все включают, почти все включают игровые элементы для того, чтобы детям было интересно, для того, чтобы дети что-то обязательно запомнили новое, рассказали дома и вместе с родителями пришли в библиотеку. К каждому мероприятию оформляются тематические выставки. В этом году сотрудники библиотеки делают уклон на экологию, краеведение, патриотизм и, конечно же, на новую поступившую литературу и знакомство с новыми авторами. Мы ходим достаточно часто в библиотеку, берем книги и участвуем в викторинах. Я предпочитаю книги о жизни людей. Например, книгу «Видим аллеи в школе дома» о школе, о жизни. За первый летний месяц библиотеку уже посетили более 300 юных десногорцев. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова